здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте уважаемые коллеги скажите пожалуйста слышите ли вы меня так слышите я очень рада встрече с вами очередной и сегодня мы с вами опять обсуждаем вопросы связанные с методикой преподавания модуля основ православной культуры как я вам уже говорила вот и вновь повторю мы с вами занимаем мы как я как методист издательства просвещения реализую такой проект методического сопровождения деятельности учителя современного которому выше выпала честь вот этот вот но и сложная задача конечно этот этот предмет преподавать и мы с вами разбираем каждую из тем освещенных в учебниках и вот сегодня мы с вами поговорим о том как нам с вами более успешно эффективно преподавать вести урок по теме защита отечества и акцент мы сделаем также на использование рабочей тетради в процессе нашей работы и так уважаемые коллеги мы работаем с учебником по модулю основы православной культуры автором которого является отец андрей кураль и шлейф методически представлен методическим пособием для учителя с поурочными разработками и вот той самой рабочей тетрадкой она также входит в шлейф о которой мы сегодня с вами будем говорить также рабочая тетрадь для обучающихся предназначенная тема защита отечества скорее всего не нова для учеников 4 класса так или иначе прямо или косвенно мы с вами эти проблемы затрагивали на других предметах а здесь наша задача поговорить о том как осмысляется это гражданская обязанность всякого человека который живет в россии до защищать свое отечество свою родину в системе координат христианского мировоззрения и так вот какова этическая оценка этическое именно нравственное осмысление этого долга и поэтому формулировка это тема урока достаточно проста но за ней скрывается без смысл и конечно же в рамках урока за 40 минут мы с вами все рассмотреть не в состоянии вот эти вот грани да вот важные очень для понимания этой проблемы но наш вот на чем мы можем акцентировать наше внимание и что даст воспитательный плод в нашем деле вот на этом мы мы остановим наше внимание с вами сегодня и так целью урока является развитие углубление понимания детьми того что такое справедливая война потому что с понятием войны опять-таки дети к четвертому классу уже знакомы и к задачам урока относятся следующие мы во первых показываем собственно христианскую позицию по этому вопросу поскольку изучаем предмет основу православной культуры поэтому вот эта система мировоззренческая система координат она для нас христиан в данном случае христианская на основополагающий то есть каждое явление мы как учителя стараемся осмыслять с этой позиции и вот эту мысль проводить на уроке ну и поэтому здесь мы говорим о том какова собственно христианская позиция по вопросу справедливой войны далее мы знакомим с именами защитников родины и помимо всего прочего форматом нашего урока является создание ситуации диалога вот мы организуем вот это диалогическое пространство на занятии ну и создаем условия для нравственного развития детей и в первую очередь вот эти вот условия для нравственного воспитания задает конечно же тематика вот эта особенность нашего курса но мы с вами об этом говорили поэтому сейчас я уже не останавливаюсь но и какие ожидаемые результаты от урока мы планируем во первых наши воспитанники рассуждают об этических очень серьезных проблемах первая вот которая зафиксирована в ожидаемых результатах посвящена вопросу или проблеме даже осмысление гнева его разновидностей вот как это обозначено в тексте учебника гнев может быть напрасным и он может быть и бывает уместным война всегда в сознании человека воспринимается как катастрофа зло бедствие и тем не менее есть понятие справедливой войны участие в которой для каждого человека является долгом вопрос чести уклониться от этого или нет но и опять таки вот мы будем говорить и конкретных примеров потому что этот метод очень эффективен как раз для нравственного воспитания мы даем знания о святых защитниках нашей родины ну и собственно же к ожидаемым результатам это и относится также терминологический аппарат невелик и опять-таки а тут что та же самая ситуация что из обозначением тематики урока вот за каждым из этих терминов очень много смыслов скрыто и в том числе вот тех обсуждая которые мы достигаем нравственного эффекта воспитательного эффекта и сюда входят в терминологический аппарат защита отечества справедливая война оборонительная война святые защитники но здесь расширим защитники отечества и праведный гнев праведный гнев или уместный гнев это тоже очень глубокое понятие здесь мы может быть даже первый раз упоминаем в таком контексте использование вот этого понятия гнев вот уважаемые коллеги ну и если вы знакомы с учебником по модулю основы православной культуры от сандрея кураева то вы наверняка обратили что он обладает очень высокой информационной плотностью там очень много и фактического материала а также заложено большое количество идей которые мы можем развивать на нашем занятии но конечно мы выбираем чаще всего то что ближе нам да вот более ярко мы это раскрываем понятно в тексте учебника конечно очень рельефно очерчены вот следующие идеи во первых вот мы вводим понятие праведного гнева отталкиваясь от того что гнев он может иметь разные формы он может быть напрасный и мы можем поговорить что это означает как это может быть выражено в чем в каких действиях человека а также уместный гнев обязательно понятие гнева должно быть раскрыто и возможно это очень интересная форма работы со справочным материалом хорошо когда у нас с вами в кабинете находятся словарь и словарь далее где мы можем увидеть в исконные значения слов то что называют ядром да вот смысловую там мы можем это подчеркнуть подчеркнуть ну и конечно же словари современного русского языка чтобы заметить даже производя сравнительный анализ вот это вот разность определений который тоже может быть и она отражает изменчивость нравов общества поэтому вот работа с понятием гнева она здесь важна потому что она нас приводит вот как раз к этому представлению о том что есть справедливая война оборонительная война да здесь как такая вот действующая сила которая позволяет воину защищать и дальше вот интересная вещь происходит когда мы обращаемся к тексту учебника на самом деле очень много мы можем прийти найти примеров великих русских воинов один образ александра васильевича суворова чего стоит но в учебнике рассказ идет в начале не про илью муромца и не про кутузова а про семилетнего мальчика евгения табакова который известен как самый молодой орденоносец он кавалер ордену мужества который получил посмертно за то что защитил свою сестренку но и пострадал сам это удивительная история и наверное об этом мы должны говорить и поэтому она вошла на страницу учебника потому что поступок этого ребенка семилетнего вот считывает с нами рассматривается именно как матрица собственно мужского поведения и вот кстати воспоминания о жене табакове людей которые его знали еще и начиная с рождения они именно такова не говорят что это вот он по складу был какой-то такой мужичок настоящий и вот в ситуации опасности а жизни вот и родного для него человека вот это мужское начало оно проявилось и именно обращение к осмыслению этого события позволяет говорить о том что место для мужского подвига есть и в нашей с вами жизни то есть вот мужчина он традиционно практически во всех культурах традиционных расценивается как защитник поэтому мы и говорим что мужчина это защитник с точки зрения должного но мы с вами знаем что иногда бывает в жизни так что должное и сущее не совпадают и поэтому необходимо видеть такие примеры потому что это один из самых эффективных методов педагогического воздействия на ребенка пример и по этой причине вы наверное заметили в учебнике но множество содержится именно примеров жизни людей которые нравственно проявили себя в той или иной ситуации вот на это внимание обратим потому что дальше нам потребуется еще вот эта вот мысль и воспоминание как раз о вот этом поступке и понимание поступка Жени Табакова как вот того самого акта это защиты отечества которое начинается с семьи он защищал свою любимую сестренку и был удостоен совершенно справедливо ордена мужества далее следующая идея которую мы разворачиваем на наших уроках говоря о войне то что защита отечества от захватчика это действительно долг всякого гражданина независимо от национальности и поэтому в дальнейшем мы обращаемся вот к этому вопросу и вспоминаем а какие же были войны в истории России которые объединили в этом деле защиты отчизны и русских и татар и молдаван и вот людей самых-самых разных национальностей тем самым вспоминая вот этот вот исторический материал мы с вами междисциплинарные связи образуем и уточняем конечно же вот эти вот нравственные моменты нравственные акценты и вот здесь интересно поразмышлять о том а почему ну хотя это вопрос конечно очень серьезный но можно уже удочки закидывать вот почему это так почему вот это этот долг он не зависит от того какова твоя национальность белорус ли ты ну и так далее украинец и в истории конечно же вот России были примеры войн которая объединяла людей совершенно разных далее вот что такое справедливая война это еще одно понятие важное очень одно из ключевых на нашем уроке и собственно это вот и есть та самая война за алтари и очаги это война которая предполагает защиту своего дома своей семьи да ну и вот своего своей малой родины и своей большой родины от врага а вот дальше очень интересная вещь еще одна возникает вот можно и нужно поработать с понятием врага кто есть враг и в таком вот узком конкретном смысле когда мы говорим о ситуации войны и в широком смысле вот в нравственном понимании уже употребляемом к этому мы тоже сможем прийти но здесь важно следующее указать то что тот самый гнев праведный уместный гнев который может выражаться даже вернее не привести и к тому что человек убивает он лишает жизни другого и в этом его обязанность вот этот гнев должен смениться на милость в тот момент когда война закончилась и когда перед тобою поверженный враг дело в том что война справедливая война возможно только в случае если участники ее равны между собой и вот это нас адресу обращает даже к древним еще средневековым рыцарским кодексом которые гласили что если твой соперник обронил оружие копье например в сражении или под ним пала лошадь то и ты не можешь воспользоваться своим преимуществом вот обратите внимание и это вот как раз и есть разговор о сражении на основаниях справедливости и чести ты не можешь нанести удар тому кто слабее тебя в данной ситуации и вот поэтому по окончании войны действительно вступают в силу законы милосердия враг поверженный это уже просто человек которому можно и должно проявлять эту милость и примеров тому дает очень много воспоминания о Великой Отечественной войне когда вот я всегда вспоминаю рассказ актера известного Табакова когда он вспоминал о своем детстве когда он был совсем мальчонкой во время Великой Отечественной войны это происходило и его отправили к бабушке в Саратов спасали прятали его вот этой опасности и он рассказывал потом про свою бабушку что она зная о том что должен состояться состояться шествие военно-пленных немцев она знала о том что они голодные оборванные жалкие и она отдавала хлеб свой и просила Антошу своего внука нести этим немцам чтобы передать и вот удивительно то ведь то что это была женщина потерявшая своих сыновей в этой войне то есть она давала хлеб а то и с этим жизнь поддерживала тех кто лишил ее самого дорогого вот это вот удивительные для осмысления события и на этом конечно нужно акцентировать внимание вот почему это так почему вот важная еще эта вот идея ее тоже мы разворачиваем на нашем уроке потому что она имеет очень мощный воспитательный потенциал и собственно показывает то самое своеобразие христианской этики христианского отношения к врагу потому что такой взгляд дало именно христианство что врага не должно добивать а наоборот вот как только условия допустим изменились то есть вот война брань прекращена то перед тобой уже просто человек и который также нуждается и в помощи если он ранен то нужно ее оказывать или голоден вот поэтому конечно это эти темы очень-очень емкие очень глубокие и вот перед вами на слайде я представила развороты страниц учебника это для тех кто может быть не знаком или кто знаком напоминаю так вот я здесь их показываю не случайно я хочу вас подвести вот какой идеи опять-таки мы здесь размышляем о том как остаться человеком в условиях войны и очень уместно здесь вспомнить комментарии автора учебника по основам православной культуры отца Андрея Кураева на эту тему вот вот он высказался так и я позволю себе озвучить эти слова мы много говорили о прощении о милосердии здесь отец Андрей рассуждает о преподавании этого курса то есть эти темы проходят сквозной сквозным образом через все наши уроки потому что они выражают главные ценности христианской этики и так мы много говорили о прощении о милосердии о том что надо подставить другую щелку однако важно осветить и другой акцент когда зло причиняют мне можно и нужно прощать но когда речь идет о семье вере и родине тут уже другая модель поведения и вот мы говорим вот показываем вот это вот разнообразие моделей поведения которые отражают единый христианский закон и вот отец Андрей предлагает учителю современному обратить внимание вот на что именно на достоинство человеческое говорить о вопросе о том как человеку сохранить себя вне человеческих условиях войны и вот поэтому слова такие и другой сюжет этого урока о том как вернуться с войны как ту ненависть которая была неизбежна в бою не оставить в себе а это как раз вот к вопросу о человечности о способах сохранения ее в себе и вот поэтому здесь очень значим метод примеров и вот какие образы защитников отечества в тексте учебник по данной теме представлены здесь перед вами уважаемые коллеги я иконографические образы представляю и образы эти таковы это собственно воины защитники отечества которые отличались еще и праведностью святостью жизни поэтому они были причислены к липу святых после уже своей кончины и вот к ним относится и святой князь Дмитрий Донской благодаря которому Куликовское сражение было выиграно это и преподобные Александр Пересвет и Андреас Лябя вот обратите внимание на фрагмент иконы который я показываю на слайде с левой стороны в полный рост со щитами и с копьями изображены как раз вот те самые два схимника два монаха которые получили благословение от преподобного Сергия Радонежского а он на этой иконе изображается с правой стороны держащим икону спасителя в благословлении они начинали вот то самое знаменитое сражение для поднятия духа русского воинства и вошли они в историю очень прочно и вот что интересно у них сочетается две ипостаси вот защитника своей родины в прямом смысле а нужно сказать о том что преподобные Александр и Андрей были воинами до принятия монашеского пострика но и человек с точки зрения христианской культуры человек который посвящает свою жизнь Богу он молится за мир он молится за отечество за свое он тоже защитник только духовный защитник и вот это очень важная мысль вот преподобный сергий несомненно тот самый образ очень яркий духовного защитника молитвенника за землю русскую а вот преподобные Александр и Андрей пересветы о слябях как мы их называем они сочетают и то и другое далее преподобный Илья Муромец святой князь Александр Невский это удивительный кстати образ актуальный по сей день даже в начале двадцать первого столетия о нем не забывают его помнят и вот я маленький только штришок вам приведу к тому как мы привыкли воспринимать его вот иконописное изображение чаще всего вот и перед вами мозаичный образ представлен на слайде его изображают в виде князя со всеми атрибутами власти и здесь меч обязательно но он был воином защитником отечества так вот нужно знать и о том что такое изображение святого Александра Невского возникло благодаря императору Петру первому потому что до Петровской эпохи святого Александра Невского было принято изображать на иконах в совсем другом образе облике изображали схимника монаха в облачении монашеском и когда Петр первый основывает новую столицу на берегах реки Невы для того чтобы упрочить значение вот этого нового города по сравнению с Москвой он переносит из города Владимира мощи святого князя Александра Невского и что интересно вот значимость этой личности в истории вот этого прекрасного города с такой удивительной историей строится особо значимый монастырь его называют лаврой такое имя и носит Александра Невская лавра куда полагают мощи этого защитника отечества и главная улица Петербурга это Невский проспект он назван Невским это одна из версий как раз именно того что ведет ведет она к Александра Невской лавре он этот проспект да как вы называли старый произнесение проспект он напоминает нам о личности святого Александра Невского ну и флотоводец святой Федор Ушаков вот они образы представленные перед нами и как мы можем усилить вот эти вот примеры исторические но значимые очень на нашем уроке с помощью каких методических средств здесь как раз нам поможет рабочая тетрадь и задания которые помещены в ней к данному уроку они как раз реализуют вот этот вот метод примера метод наверное задавание планки высоко вот дело в том что есть определенные закономерности нравственного развития человека и как о том рассуждал известнейший наш русский педагог Ушинский он говорил что для того чтобы дать возможность человеку расти развиваться совершенствоваться необходимо планку ставить чуть выше его возможностей вот именно для того что потому что рост всегда предполагает любой кстати интеллектуальный нравственный в большей степени это всегда преодоление себя и рост внутренний рост и без таких ориентиров возвышенных он невозможен невозможен вот это вот особенность именно нравственной жизни человека и по этой причине вот наверное эффективнее необходимо эффективнее обращаться к этому именно методу его использовать в своей практике поэтому посмотрите вот здесь задание которое связано с работой с образами с иконами рассмотри вот задание 4 рассмотри иконы и объясни почему князья Александр Невский и Дмитрий Донской причислены к лику святых если ты не знаешь то предлагается выяснить хотя в тексте учебника идет об этом речь но мы с вами расширяем конечно же на нашем уроке границы и мы можем предложить материал какой-то интересный нашим ученикам или же вот предлагается в рабочей тетради поищи ответ сам мы поисковую деятельность тем самым организуем в книгах или в сети интернет но если мы обращаем конечно же детей к работе в сети то необходимо отбирать заранее сайты с проверенной выверенной достоверной информацией вот это вот тоже нужно нам иметь в виду далее задание пятое но опять-таки предполагает работу с образами и предлагается написать сочинение об одном из святых воинов но уважаемые коллеги сразу можно здесь говорить и то что ребенок захочет писать сочинение то есть размышлять только о том что его действительно захватило вот произвело какое-то вот воздействие то что мы называем впечатление впечатление эмоциональное и поэтому конечно вот при подготовке к уроку необходимо так стараться вот эти образы и раскрывать и даже может быть вот их тут много да приводится мы можем их назвать но акцентировать внимание на чем-то одном может быть или на двух допустим образах но так чтобы вот эта информация была живая и чтобы она вот и уму и сердцу дала пищу и тогда конечно же вот это задание оно будет осуществимо ну а шестое задание предполагает создание проекта на одну из тем которые связаны с образами вот этих святых защитников Руси и варианты тем в рабочей тетради представлены проект можно осуществить и защитить в разной форме мы об этом тоже говорили с вами на занятиях сейчас я не повторяюсь вот уважаемые коллеги и еще мы должны всегда помнить вот о чем мы приводим примеры исторические очень значимые защитников отечества это вот как раз вот те имена которые мы сейчас только с вами вспомнили но в учебнике по основам православной культуры вот в этой теме защитники отечества есть упоминание еще об одном орденоносце то есть нашем современнике который был удостоен государственной награды орден мужества вот мы с вами вспоминали про семилетнего мальчика защитившего свою сестренку и который также удостоился этой награды а также есть и еще один интересный человек ныне живущий священник Михаил Васильев вот его называют так и главным священником ВДВ и десантным батюшка батюшкой а почему потому что он является как раз вот тем самым священником который несет особое служение он окормляет российских военных и он был удостоен ордена мужества за то что он был участником очень многих операций миротворческого характера в составе ВДВ и вот где он только не был и в Боснии и в Косово это и Северный Кавказ Абхазия Киргизия и личность этого священника необычайно интересна в частности я вам приведу только лишь некоторые факты его биографии во-первых у него прекрасное образование он закончил философский факультет МГУ и далее обрел веру и решил посвятить жизнь свою Богу и еще патриархом Алексеем вторым и сразу же патриарх Алексей определил особый путь его служения он сказал у тебя не будет прихода у тебя в том смысле что у тебя не будет своего храма ты будешь полковым священником то есть это очень сложное такое особенное служение связанное с переживанием опасности и у него конечно за плечами и прогулки по минным полям и было так что он оказался в сбитом самолете в Чечне но выжил и я хочу вам напомнить такой очень интересный один момент из его жизни который несомненно способен впечатлить детей наших особенно мальчиков но он задает вот эту высокую планку мужского поведения но вот посмотрите в разных образах вот у него был очень интересный случай когда связанный с тем как он совершил первый парашютный прыжок в своей жизни впоследствии у него громадное количество их было но вот первый прыжок тем более что он не профессиональный военный на тот момент был а он был священник ну и вот такое светское образование у него не военное за плечами и вот как о нем рассказывали совершил он свой парашютный прыжок первый почти экспромтом потому что он в тот момент работал с новобранцами и вот произошла нештатная ситуация у одного из солдат не раскрылся основной парашют и он приземлился на запасном и это видели новобранцы и они испугались они поддались вот этому чувству страха и отказались идти на борт самолета и поэтому командир подразделения обратился к священнику который находился здесь же он сказал батюшка у вас есть какая-то молитва от страха прочитайте и может быть они соберутся с духом и ну батюшка поговорил с новобранцами а затем попросил для себя самого парашют и пошел уже на подготовку вот этот предпрыжковый по сокращенному варианту и поэтому один лишь вид священника с парашютом произвел на новобранцев очень сильные впечатления и все они как один пошли в самолет следом за ним и он когда раздался сигнал пошел он следом за командиром шагнул в небо и как потом вот же рассказывали солдаты пошли следом вот эти новобранцы и никто из них не догадался что вот их батюк как они его так любовно называли между собой он был перворазником то есть первый раз в своей жизни он совершал вот этот вот прыжок вот но и были испытания в его жизни когда например совершая одиннадцатый прыжок парашютный в своей вот этой вот в этом служении он повредил очень сильно позвоночник потому что при приземлении там определенных сбоев была травма серьезнейший компрессионный перелом позвонка и тем не менее вот он нашел себе мужество силы для того чтобы сохранить бодрость духа выздороветь и вернуться назад вот в это свое необыкновенное служение ну а нравственный момент который мы можем и должны конечно и озвучить своим воспитанникам и наверное в первую очередь принять самим себя вот как он рассуждает этот удивительный человек конечно же апеллирует к словам священного писания вот я здесь процитирую вам позволю как сказал апостол павел нужно для всех быть всем чтобы обратить хотя бы некоторых конечно чтобы органично войти в воинский коллектив нужно разделять все тяготы и лишения которые приходится терпеть солдатам а главный принцип для военного священника тот же что и для хорошего командира не делай как я сказал а делай как я ну и конечно же вот так и говорили что его на пространстве боевых действий на фронте его можно было легко отличить только по рыжеватой бороде а так вот он выгравшим камуфляже очень был похож на десантника и действительно он находясь вот среди этих вот ребят и молодых уже которые и служил уже больше одного года служили вместе с ним он их вдохновлял он как как раз даже своим присутствием вот удивительный человек обратите на него внимание и включить вот этот вот образ в урок мы наверное должны тем более что в учебнике содержится информация но вот раскрыть бы вот эту черты вот этой вот личности вот это вот мы можем используя потенциал учебника но и еще пополнить то галерею нашего учебника мы можем обращением к одному из важных памятников письменности древнерусских по учению владимира мономаха вот в этом тексте очень много нравственных таких вот сентенций содержится простым языком эти глубокие мысли изложены и поэтому вот уважаемые коллеги небольшого небольшое оно по объему по учению обращайтесь туда потому что есть для анализа на уроки с нашими детьми там много материала вот в частности посмотрите такие слова не давайте сильным губить человека это подходит под тематику нашего с вами урока но здесь опять вот понятно что мы работаем с афоризмами мы работаем с понятиями появившимся благодаря допустим тем или иным ученым или общественным деятелям или историческим личностям или вот с высказываниями имеющими глубокий смысл так вот здесь еще нужно вот какой момент учесть вот сам владимир мономах это тоже человек которому пришлось пережить много горя и вот это поучение владимира мономаха возникло грустные достаточно предпосылки потому что поводом стало убийство его младшего сына изяслава в битве с олегом и вот это поучение владимир мономаха пишет князю олегу он отправляет это письмо в знак примирения вот опять-таки к вопросу о том кто такой враг и как мы относимся к нему да вот в течение своей жизни ненависть ли мы таим или вот такой пример который стал вот это вот поучение символом великого прощения и примирения самых заклятых врагов вот и кстати вот именно с этим текстом с поучением владимира мономаха начинается в русской культуре традиции обсуждать важные нравственные вопросы в литературе вот обратите внимание на этот источник вот уважаемые коллеги ну и конечно же традиционно но мы вам предлагаем полезные ссылки они связаны вот с чем во первых я вам называю сочинение владимира соловьева под названием три разговора о войне прогрессии и конце всемирной истории философское сочинение которое написано в самом конце 19 века но оно очень актуально сейчас потому что вот вы прочтите разговор первый разговор в котором диалог в котором несколько лиц участвуют и там идет вопрос о том что есть справедливая война ведь война предполагает убийство и как оценивать это с нравственной точки зрения войны вот для собственного понятно расширения кругозора вот обратите пожалуйста к этому первоисточнику но во вторых я предлагаю вам вебинары которые мы проводили по темам близким к тому о чем мы говорим сегодня это вот был цикл у нас который мы проводили в прошлом году основу светской этики и там были две темы как минимум где мы вопросы связанные с темой защиты отечества рассматривали вот я вам ссылками даю вы сможете скачать презентацию и у вас этот материал будет вот уважаемые коллеги насколько глубоким интересным может быть наш материал конечно с использованием шлейфа рабочих тетрадей ну и вот помним о том что мы с вами выполняем на самом деле великую миссию мы транслируем смыслы очень значимые нашим воспитанникам детям которые позволят сохранить в них человека а это вот наша основная задача вот уважаемые коллеги спасибо вам за внимание но а традиция опять анонсирую последний у нас будет вебинар который в котором я представлю вам материал как для уроков так и для вне классных мероприятий и посвящен он традициям празднования пасхи у разных христианских народов мира материал очень интересный так что приходите подключайтесь будем обсуждать и опять скажу ну вот так вот сложилось что у нас этот вебинар по техническим причинам перенесли на 22 июня да пасха прошла и вот это вот эти вот 40 дней пасхи да уже миновали мы даже уже святую троицу отметили праздник встретили вот уважаемые коллеги давайте я посмотрю какие вопросы у нас есть где можно приобрести методическое пособие коллеги посмотрите в презентации последний слайд там содержится вся контактная информация так есть ли рабочие тетради по курсу светской этики да есть да вот вы пишете что на сайте просвещения не нашли вот вам слайд почему не переключается сейчас переключится уважаемые коллеги не хочет переключиться так почему сейчас тогда спасибо большое за внимание я пока не отключаюсь потому что я сейчас вам в чате вот эти контакты пришлю спасибо большое спасибо большое за внимание и до встречи надеюсь так сейчас я сделаю то что обещала так вот уважаемые коллеги почему-то не перещелкивается у меня слайд вот вам контактные данные посмотрите пожалуйста ссылку на вебинар 22 июня посвященную традициям празднования пасхи вы найдете на сайте издательства просвещения в разделе вебинары поэтому следите за информацией ну а и возможно вам рассылка придет спасибо спасибо до новых встреч и